Шаг пятый. Выполнение анализа чувствительности. Последующий анализ чувствительности необходим практически в любом анализе реальных решений, и его легко выполнить с помощью Precision 3. Обычно цель заключается в том, чтобы варьировать один или два ввода и отследить, как изменяется, если изменяется, оптимальная стратегия. Для этого проще всего создать один раздел «Вводы» на листе, указав в нем ключевые вводы, и использовать в дереве ссылки на эти ячейки вводов. Суть состоит в том, чтобы дерево автоматически изменялось при изменении вводов. Анализ чувствительности также можно выполнить по числу, введенному непосредственно в дерево. Однако этот метод не будет работать корректно, если в нескольких ветвях дерева указано одинаковое число, например, вероятность конкурентность предложений. Выполнение анализа чувствительности. На ленте Precision 3 нажмите кнопку «Анализ чувствительности». Откроется следующее диалоговое окно, в котором можно определить множество параметров. На данном этапе вы можете сосредоточиться только на самых важных параметрах. С другими параметрами можно будет поэкспериментировать позже. В верхней части окна выберите однофакторную или двухфакторную чувствительность. При однофакторной чувствительности одновременно изменяется только один ввод. При двухфакторной чувствительности одновременно изменяются два ввода. Выберите часть дерева, для которой требуется выполнить анализ чувствительности. Чтобы данный анализ был уместным, для текущей модели полезно выбрать ячейку D32 из раскрывающегося списка «Начальный узел». В этом случае предполагается, что компания решила подать заявку. И цель состоит в том, чтобы увидеть, насколько чувствительно оптимальная цена предложения воздействия изменяемого ввода. С помощью кнопки «Добавить» добавьте все необходимые вводы, которые будут изменяться. Сначала выберите ячейку ввода, а затем выберите диапазон, в рамках которого этот ввод будет изменяться. Обратите внимание, что в анализе чувствительности задействованы только отмеченные флажками вводы. Таким образом, вы можете добавить несколько вводов, а затем отметить флажками только нужным. Выберите желаемый результат. При этом хорошим выбором будет вариант «Область стратегии». Ниже показано диалоговое окно анализа стоимости реализации проекта с настроенными параметрами, на которой изображена следующая диаграмма области стратегии. На ней показан график ожидаемого значения для каждой из трех возможных цен предложения при изменении стоимости реализации проекта в рамках ее диапазона варьирования. Учитывая, что компания заинтересована в наибольшем из этих ожидаемых значений, она выберет 160 000 долларов – синий график, при низкой стоимости реализации проекта – 170 000 долларов – красный график, при средней стоимости реализации проекта, и 180 000 долларов – зеленый график, при высокой стоимости. Если вы выберете для однофакторного анализа чувствительности несколько вводов, вы не только увидите область стратегии для каждого из них отдельно, но также сможете выбрать график торнадо или паутинный график, чтобы посмотреть относительное влияние вводов на ожидаемое значение от выбранного начального узла. Каждый из этих последних графиков показывает, как меняется ожидаемое значение при изменении каждого из вводов в рамках их диапазона варьирования, тогда как значение остальных вводов остается неизменным. Очевидно, что ожидаемое значение наиболее чувствительное к стоимости реализации проекта. Если вы хотите выполнить двухфакторный анализ чувствительности, необходимо добавить не менее двух вводов. Ниже представлена область стратегии для анализа чувствительности по стоимости реализации проекта – ось Х, и вероятности любых конкурентных предложений – ось У. Цвет и форма точек показывают, какая цена предложения является оптимальной для каждой комбинации этих двух вводов. Практика. Выполните рассмотренный выше анализ чувствительности и убедитесь, что понимаете, что означает результат. Затем проведите один или несколько других анализов чувствительности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова